Ладно, короче. Шеврон, не шеврон. У нас сегодня важная тема. Ты готов? Да. Готов, да? Раз, два, три. Плохо хлопнул. Друзья, мы счастливы вас приветствовать на территории российского университета спецназа. Сегодня, хотел сказать, у меня в гостях, я в гостях у Дмитрия, который является инструктором медицинского направления российского университета спецназа, ведущего проекта «Мы даем шанс» на ютубе, я ссылку на этот канал приведу, много полезной информации действительно там. Но сегодня мы о чем хотим поговорить с вами? Сегодня мы все живем, существуем, живем в условиях, когда всем вдруг внезапно понадобилось современное медицинское обеспечение, внезапно оно понадобилось всем, но его нет. Ну, то есть, все, что было, купили, оно, во-первых, оно резко подскочило в цене, несмотря на цену, все, что было, купили, и нового, ну, привести, объективно говоря, да, очень тяжело, очень тяжело. В этих условиях идет, с одной стороны, импортозамещение. Российские производители начинают нам предлагать определенные модели, там одни лучше, другие хуже, все, вопросов нет. Но и есть импортозамещение, импортозамещение, то есть и зарубежные производители нам предлагают, соответственно, альтернативы проверенным решениям. Одни, опять же, лучше, другие хуже. Ну, вот, сегодня мы, Дмитрий расскажет про, значит, все это, что мы сегодня покажем, да, инициировано российским проектом ЛИФ, если я правильно не ошибаюсь, как он называется, Law and Army Force, да? Да, Law and Army Force. Да, то есть, это правоохранительные органы и армия, короче. Да, и понятно, что здесь есть параллели с Арктерикс, да, ЛИФ, Арктерикс, но это, значит, вот это российский проект, несмотря, он называется по-английски, у кого-то с этим будут проблемы, почему российский проект называется по-английски, и потому что сегодня мы говорим про то, что данный проект инициировал, так сказать, на территории Китая производство под собственные нужды всех основных элементов медицинского обеспечения, которые имеют максимальное значение для экипировки бойца. Да, то есть, это все медицина, грубо говоря, первого эшелона, то есть, та непосредственно, которая один боец оказывает помощь другому бойцу. Вот, я сам, ну, и вы наверняка, если Дмитрия смотрели в курсе, что Дмитрий, он, ну, не сторонник непроверенных решений. То есть, грубо говоря, каждый, там, в турнике, значит, оригинал, то бандаж, значит, оригинал, то, то, то есть, чем оригинальнее, тем лучше. Но мы еще раз говорю, сегодня находимся в условиях, когда с оригиналами беда. И, соответственно, так как на территории Российского университета спецназа регулярно проходят курсы боец-спасатель, есть возможность тестировать самый, ну, широкий спектр элементов. И я так понимаю, что вот эти все элементы, которые нам предлагает проект ЛИФ, они прошли, прошли тестирование в ходе курса боец-спасатель. Правильно? Значит, давай мы перечислим, что у нас здесь. Во-первых, турникет. Давай пару слов скажу. Про проект ЛИФ, это вот очень руководитель этого проекта Вячеслав, вот очень такой патриотично настроенный товарищ, который под наши нужды, под наши запросы, вот делал все, что мы просили. То есть он находил там контакты, хорошее производство где, потом мы получали бросы, потом мы их тестировали. И мы их тестировали, самое интересное, что мы их тестировали на примере вот турникет, четыре месяца после того, как мы ему сказали, ок, можно покупать там 500-1000 штук. Вот до этого он проходил тестирование. Ну, как, кстати, каждая из этих вещей. Элементов. Да, элементов медобеспечения. И вот появилось то, что максимально приближено к оригиналам и очень такого достойного качества. То есть, если есть оригиналы, конечно, во второй эшелон к себе положить оригиналы, а это уже будет еще плюс, как бы, если у кого есть такая возможность. Смысл в чем? То есть, вот это вот все не стыдно порекомендовать людям? Ну, не стыдно. А самое же главное, вот то, что ты сказал, почему я люблю статистику, пока нету статистики зарубежной, доказательной, ну, по турникету, как, например, турникет Кэт, который спас там уже сотни тысяч жизней, да, пока мы не протестировали, и это даже не один боец-спасатель. То есть, у нас за вот эти года, скорее всего, все ребята Ченской Республики, силовые, прошли курс базовой тактической медицины. То есть, представьте, что каждая неделя это был курс, и на каждой неделе еще был биоматериал, на котором мы работали, чтобы тоже, ну, это по гемостатикам отдельная тема, да? Это, да, отдельная. Мы потом расскажем. Оно, вот это все использовалось длительное время и большое количество раз. Большое количество раз. То есть, мы из-за этого можем говорить статистику, что этот турникет рабочий, рабочий, этот, не рабочий, и то же самое по всем элементам. Давай тогда с... Начнем с турникета. Самый основной, сейчас момент, самый востребованный элемент, который резко, опять же, стал всем нужен, это турникет. Он здесь, вот прям, друзья, перед вами рабочий, абсолютно. Вот видите, он в имитаторе, да, в имитации крови. То есть, он постоянно накладывается, постоянно используется на протяжении... Вот конкретно вот этот турникет уже прошел 4 бойца-спасателя. Ну, не бойца-спасателя, 4 курса двухдневных. 4 двухдневных курса он прошел, и, соответственно, он был наложен, то есть, сколько раз, уже сотни, да, наверное? Больше сотни, да. Больше сотни раз он был наложен, и он абсолютно функционален, нигде ничего не оторвалось, нигде ничего не порвалось, нигде ничего не вышло из строя. То есть, все рабочее, все прекрасно. Давай, начнем с того, начнем с того, что это у нас, получается, копия седьмого поколения. Да, да, да. Кат-7. Кат-7, да. Там оказалось очень интересно, есть товарищи, которые пытались копировать, же тоже, Кат-7, и там есть много особенностей, и по велкро вот этой липучке, и по палочке, и по длине платформы, вот это все влияет, короче, и как его укладывать, и как в боевое положение он приводится. То есть, тонкости много? Тонкости есть, конечно, конечно. То есть, просто взять, скопировать, довольно тяжело это. Ну, казалось бы, вот взяли, начертили, сшили. Скопировать одно, нужно провести тестирование, хотя бы. Итак, турникет, это у нас копия Кат-7. Да, Кат-7, и данный турникет, дай бог, сейчас такое, получится, что мы его зарегистрируем уже по нашим стандартам, и он будет разрешен, сертифицирован, да, в России, и тогда можно будет... Официально закупать? Да, официально закупать каким-то подразделением. Понятно. Вот если такое получится. Ну, у нас это тяжело, но пускай получится у вас. Давай дальше пойдем. Бандаж. Ну, или израильский перевязочный пакет, так называемый, да? Да, да. Копия израильского бандажа. Самая проблема была китайских, если вот с Алиэкспресса. Ага. Заказываешь, сама структура, сама подушечка, она плюс-минус у всех китайских одинаково. Вот была проблема именно вот этих рожков давящего элемента этот, который просто отклеивался... От основы. От основы, либо ломался где-то... У дешевых копий была такая проблема? Да, да, да. Здесь нет такой, да? Да, здесь она довольно хорошо... Но это тоже, она сначала была такая же, как у всех китайских, потом мы чуть-чуть додавили этих товарищей, и они уже сделали максимально, как бы, хорошую. Скажи, пожалуйста, он выпускается в одном размере, вот в этом, да? 4-6 дюймов и абдоминальный. Есть тоже отлив, да? То есть весь спектр, короче? Весь спектр, да. То есть 4 дюйма, это хорошо для маленьких укладок, 6 дюймов, это стандартный, наверное, да, является? Но абдоминальный, это уже для медиков. Ну, имеется в виду не для медиков, для медиков тактического звена. Для рюкзака или сумки группы. Опять же, прошли много они этих уже, и побиты они жизнью изрядно, то есть все, нареканий нету. То есть он по назначению работает. Конечно, цена-качество просто как минимум 2 можно купить по цене оригинального, да? Которого не достать в условиях реалии. Которого не достать. Следующий момент, это еще, наверное, более важный элемент, нежели все перечисленные, да? Потому что если какие-то турникеты у нас еще есть, там, да, там, медплант, грубо говоря, ну, есть в России аналоги, можно найти. Пакеты, значит, перевязочные можно мотать убогими, но нашими пакетами можно мотать. Это окклюзионная, да, она правильно называется, окклюзивная, окклюзивная наклейка, окклюзивный пластырь, для которой клеится при повреждении, ну, проекции легких, короче говоря. Да, сосущие раны грудной клетки. Сосущие раны грудной клетки. Это, друзья, проблема вообще большая, потому что в России их просто не делали, ну, то есть они отсутствуют. То есть если у нас, если у бойца жгут эсмарха есть, пакет перевязочный индивидуальный есть, то вот этого просто нету. Ну, такого не предусмотрено. Предусмотрено то, что вы обложка от ЭПП можете упаковкой, кто это придумал, что его можно наклеить. Мне все, кто говорит об этом, я говорю, вы клеили хоть раз? Нет. Я говорю, ну, вы, вы, как вы можете наклеить это? Ну, не работает, да. Не работает, как его наклеить для начала, чтобы он держался, как вы наклеите его? Есть секретный способ, который еще афганские медики говорили. Залидолом намазать? Круче, вазелином. Вазелином. То есть ты еще, плюс еще вазелин должен. То есть еще вазелин. Ну, вот я про это и говорю, то, что если это все есть, вопросов нет, но откуда это у бойца, понимаешь? Есть наверняка способы легкопластырем закрепить, крест-накрест. Ну, это все время эффективность, время эффективность, оно гораздо падает. Про наклейки расскажи. Про наклейки. Вот это первая версия, которую мы сделали. Тут одна наклейка, сейчас даже покажем. Преимущество ее, что она очень доступная по цене и размер. Видишь, какой маленький. Да, я обратил внимание, потому что у меня есть, я не перебиваю, у меня есть оригинально, но они здоровые. Они здоровые. Их засунуть в аптечку бойца не получится. Вот, поэтому мы сделали такую маленькую. Плюс, видишь, тут с разных сторон, где можно открыть ее спокойно. И тут одна вот такая супер липкая, ну, по липкости она очень крутая. То есть мы опять ее, их товарищи добили, чтобы они сделали максимально такую липкую. Вот, и это первая версия. А сейчас, из-за того, что мы следим за статистикой и исследованиями, мы сделали вторую серию окклюзионных наклеек, которая состоит из двух. Это невентилируемая и вентилируемая. Получается, исследования доказали, что мало кто... Вентилируем с клапаном, конечно. Да, с клапаном. Мало кто стравливает воздух, контролирует вообще состояние пострадавшего после болезни. Да никто не стравливает. Не стравливает. Все, забыли про это. Это американцы обученные. Не стравливают. Да нет, не стравливают. У нас вообще забыли про это. Поэтому на то место, где врана выпускает воздух и засасывает одновременно, как клапан получается, мы клеим с клапаном. На выходящие мы клеим без клапана. То есть сейчас будет в новой партии вот эти наклейки, они уже в одной упаковке, в одной этой две наклейки. Да, да. Как и положено, собственно. Это, друзья, прям спасение. То, что они сейчас появятся. Они появятся в большом количестве. То есть можно будет, кому надо, всем закупиться. Следующий, не заключительный, следующий момент, в аптечке бойца у нас, это бинт для тампонады, правильно? Да, компрессионный бинт. Ну, компрессионный, но имеется в виду, что он уложен таким вот образом, без как вакуума упакован, он занимает мало места. Его в чем, что это такое? Это, ну то есть сейчас всем нужны гемостатики. Всем, всем нужны, всем внезапно, внезапно оказались, нужны гемостатики. Половина примерно, кому они нужны, не знает, что это, а не знает, что надо. Половина из тех, кто знает, не умеют пользоваться ими. Я за свои слова отвечаю, что они не умеют ими пользоваться, потому что вот я разговаривал со всеми, и с Ливси, с Аней, и с Владом Харриганом, со всеми. Если человек умеет делать тампонаду бинтом, она будет у него эффективна бинтом. У него, если он умеет делать. И у него, ну конечно, ему будет лучше, если он будет с гемостатиком. И если человек весьма слабо в этом разбирается, ему вот этого за глаза, ему гемостатик нельзя вообще его подпускать, потому что он испортит дорогостоящий элемент. И лучше гемостатики пришли мы вот к выводу, сейчас подразделение комплектуем, мы гемостатики всем медикам. То есть медику, а медик пусть думает, что с ними делать. Бойцу вот этого, ребят, за глаза. То есть если мы уже о тампонаде говорим, что сама по себе эта процедура довольно сложная, то просто бойцу, слабо обученному, вот такого довольно дешевого элемента, вот, лучше таких купить 5, 5 положить себе во все карманы, чем купить 1, 1... Чем галимый гемостатик. Чем плохой гемостатик, который не очень хорошо работает, да вы им еще работать не умеете, понимаете. Вот это просто сейчас с гемостатиками, это какое-то умопомешательство просто произошло, реально. Поэтому мы вот сейчас все гемостатики, в подразделении человек есть медик, мы все гемостатики отдаем ему, они более-менее хотя бы понимают вообще, что это, когда это надо и когда это не надо. То есть они просто, ну еще раз говорю, дорогостоящий элемент не расходят впустую. А вот такой вот этот, вот такой бинт, он может, ну говорю, он доступен по цене, его, говорю, можно просто 5 штук купить, 5 штук положить, это будет лучше, чем один, некачественный, некачественный, непонятно какой гемостатик. Еще можно еще про это сказать, про компрессионный бинт. Его очень круто использовать как основу давящей повязки. То есть бандаж, когда много ранений, а у вас один бандаж, это пипец, да. А вот если у вас компрессионные бинты, есть эластичные бинты, которые даже в аптеке можно купить. Либо самофиксирующиеся, вот эти, да, сам на себя, которые, там и катетеры ставят, и оружие кто-то им обматывает, да. То есть вы просто приложили как основу давящей повязки, а сверху компрессионным бинтом, то есть эти эластичные, эластичным, либо кагизином. И все, будет отличная повязка. Тут 3,7 метра, и это такой квадратик. То есть уже от бинтов, конечно, лучше отказываться. Просто от обычных? Да, от обычных. Вот, то есть это гораздо эффективнее и лучше. Ну и компактнее. Еще про один элемент вскользь скажем, друзья, это назофарингеальный воздуховод. Тоже это подлив, сделанный. Он в комплекте идет с лубрикантом, друзья. То есть вещь, сами понимаете, многофункциональная. Вот, они вместе идут. Нужен он, соответственно, для того, чтобы его, он, я так понимаю, универсального размера, да, примерно такого, ну, усредненного. Ну, стандартного, да, 28 френч. Вот, это для постановки, соответственно, в верхней дыхательной пути при затрудненном, при, если человек у нас без сознания находится. То есть... Без сознания, полубеззнательного состояния. Либо он рискует, у него ранение, которое рискует, ну, есть риск, что он сознание потеряет, соответственно, ставится вот такая трубка. Мы сейчас не будем разбирать, нужна она, не нужна она. Трубка есть. Кому нужна, кто умеет, тот и... Она вот теперь доступна в рамках проекта ЛИФ. И это, что касается медицинского обеспечения бойца. А это у нас носилки. Тоже они сделаны, как бы, в рамках проекта ЛИФ. Они довольно, как сказать, компактные. Их довольно приличном размере. Как видите, они тоже, обратите внимание, уже битые жизнью и курсами боец-спасатель. Они сделаны максимально просто, максимально хорошо пакуются, максимально легкие, для того, чтобы в любом отделении вы могли их, такие носилки, иметь. Сейчас много, соответственно, выпускается аналогов, много разных вариантов таких носилок. Это очень хорошо, что многие люди взяли отлично, прекрасно. Мы ни в коем случае не говорим, это хорошие, те плохие. Мы говорим, что в рамках вот этого проекта носилки тоже, они есть. Все. У каждого, сейчас, понимаете, сейчас каждый, кто их производит, там есть какие-то достоинства, есть какие-то недостатки. У кого-то крепче материал, но они тяжелее и хуже пакуются. У кого-то там больше ручек, у кого-то силовой каркас более развит. Друзья, мы не говорим, что надо... То, что носилки есть, уже круто. Отлично. Вот просто в рамках проекта они есть. Силовой каркас прошит полностью во всех местах. Ручек, по-моему, здесь 8, 8 и плюс еще вот эта рукоятка посередине, плюс 2. Это позволяет в ходах сообщения, соответственно, в узостях, в здании, где угодно, раненого нашего максимально эргономично для тех, кто его несет, транспортировать. Поэтому, и они еще раз говорю, при этом обладают, ну, очень вменяемыми габаритами для того, чтобы буквально там, ну, фактически каждый боец может иметь... Ну, вес, вес 350 грамм, минимальная нагрузка 150, который максимально, да, 150. То есть это боец, то есть боец снаряжения, практически любой боец снаряжения может быть на этих носилках вынесет. А проблема транспортировки раненого, если носилок нету, а у вас даже, вот, грубо говоря, четверо есть, чтобы его тащить, если нет насилок, это прям проблема большая. Но это очень неудобно, очень, как сказать, медленно, и для тех, кто несет, и для раненого, дополнительное страдание. А здесь вот, как бы, недавно буквально только читал книгу, Илья Мазаев мне, автор книги, прислал, их там нет, книга, ну, про чего Кашников книга, и там целая... Это сборник рассказов, и там целый рассказ посвящен вот эвакуации раненого, и не было насилок. Они там непонятно что махтулили, чтобы его нести, но очень, в общем, очень страдал и раненый, и очень страдал и те, кто его нес. Круто, если будет так, что хотя бы одни носилки на шесть человек. Ну, на отделение, фактически. Да, на отделение, если это обычно пехотное отделение, на отделение, вот, один раненый, шесть несет. То есть вчера, ну, минимум полтора километра, там, шесть человек принесли, 80-килограммового человека. На них? На них, конечно. Вот в рамках курса сегодня? Да, каждый день минимум по полтора-два кмэ будут несить. Так вот, рабочая абсолютно вещь, то же самое, мы сейчас не к тому, что рекомендуем, не рекомендуем, мы вам рассказали, что есть проект, мы вам рассказали, что в рамках этого проекта реализованы основные элементы медицинского обеспечения, и есть возможность в рамках этого проекта их закупать и привозить много, то есть есть возможность комплектовать подразделения не кому-то одного, там, двух, трех, а подразделения целиком, что, собственно, в ближайшее время и будет, я надеюсь, реализовываться. Спасибо, Дим. Друзья, экипируйтесь грамотно, тренируйтесь грамотно, да пребудет сами сила. Пока. Продолжение следует...